В Иванове планируется провести масштабный флешмоб, который войдет в историю Книги рекордов Гиннеса. За основу взят пример жителей Оренбурга, которые в 2013 году выложили на стадионе «Каплю крови». Тогда в акции приняло участие 7149 оренбуржцев. Ивановцы планируют побить рекорд, собрав порядка 8 тысяч человек, не без различных проблем и донорства в области. Такой флешмоб может привлечь большое количество людей к вопросам донорства, поднять популярность донорства среди молодежи. Как это случилось в Оренбурге? В Оренбурге отмечают большое увеличение количества доноров после проведенной акции. Организационные вопросы относительно проведения этого мероприятия решались на пресс-конференции, где собрались представители различных молодежных объединений города и области. Основной вопрос касается материальной составляющей. На проведение подобного рода мероприятия по приблизительным подсчетам требуется около 700 тысяч рублей. Основной целью акции является, безусловно, не гонка за мировыми рекордами, а реальная помощь людям. Инициативу в поддержку флешмоба проявили и работники здравоохранения. Нужно изменить отношение к вопросу безвозмездного донорства, то есть заинтересовать молодежь для того, чтобы они как раз участвовали в этих донорских акциях. Отдельным объектом дискуссии выступило качество социальной рекламы в поддержку донорства, которое транслируется в местных СМИ. Ролики не призывающие идти сдавать кровь, а это просто такая фактура, констатация фактов. Сегодня собрались там молодежь, она сдала кровь, сдавать кровь хорошо. Ну, простите, вот я такие ролики уже наблюдаю с 2011 года, то есть когда молодая кровь, проект в новом рубеже появился. Ну, если честно, я уверен, что качество иванской журналистики намного выше, чем такую халтуру гнать постоянно. В целом, тема донорства вызвала бурное обсуждение как со стороны представителей молодежных объединений, так и со стороны организационного комитета. Вопрос социальной значимости и необходимости проведения данной акции был поддержан всеми участниками конференции. Вполне возможно, что однажды, если все необходимые меры будут приняты, и ивановцы смогут написать свое имя в истории. Важно, чтобы эта акция имела не только формальный характер, но и действительно привела на пункт переливания крови как можно большее количество людей. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново. Продолжение следует...